Приветствую вас, дорогие друзья! Я Донис, и мы продолжаем проходить Бога Войны Рагнарёк! Мы в последней серии закончили задание Фреи по воспоминаниям свадебным. Передвигаемся дальше. Она нарядит снова получила, смотрите-ка. Ну что, Фрея, пора отсюда убираться. Как бы грустно это ни было. Крокодил! Ща я тебя. Надо вспоминать, как воевать. Я месяц, наверное, не играл. Ща пойдёт дело. Куды ушёл? Холера. А, щит можно, блок. Вау. Вау. Так вот. Но, поздно нажал. Тварь. Так, надо вспоминать. Ща пойдёт дело. Зараза, боёвка тут хорошая. Много всяких атак. Вот забыл. Поэтому лучше паузы не делать в прохождении. Ну, пришлось. Так, хорош. Хорош. Фокинь щит. Блин, по мне тоже урон прошёл. Да какого пениса? Хорош. Так, есть один. Лечимся. Всё собираем. Всё нужное. Всё ценное. Ща я добью. Я вспомнил. Своё призвание убивать таких мразей. Подловил. Баганца. Так, тут ходить надо. Подловил, баганца. Вспоминаю. Как дела-то делаются тут. Ой, как насрал-то он. У-у-у. Добивание. Да, классная игра. Просто великолепная боёвка. И мне особенно нравится, что не надо цепляться за врага. Прекрасно. Шикарно. Жёсткое добивание. Боёвку они, конечно, создали великолепно. Прощай, лодочка. А, лодочку уничтожили, блин. Вот гадство. Теперь что делать? Я прямо как будто с того света возвращался, вспоминал. Что делает моя правая рука, что делает моя левая рука. Всё остальное. Эти крокодилы меня оживили. Здесь же ещё вот такое оружие, да. Мне кажется, топор лучше был. Хотя я хрено знает. В смысле прощай, лодочка? Ну, вроде ещё живая. Нет? Слушайте, какие неплохие слова. Да, нельзя изменить. Можно только изменить то, как оно влияет на тебя. Надо запомнить. Может, бог молчу, не ещё как-нибудь меня выслушит? Пока во мне есть нужда. Беспокойство Фрейи. Порадовал последний босс. Ну, тут мы уже, наверное, везде плавали, да? Чё, больше делать нечего. А я тогда вот этот вот сундучок не вскрыл. Давайте-ка посмотрим. Кратос, расскажи о ком-нибудь, с кем ты сражался на родине. Мне будет полезно лучше изучить твою тактику боя. Как-то я встретил Медузу, королеву Гарго. Её взгляд обращал людей в камень. Зеркало обернуло бы её силу против неё самой. Или можно было отрубить ей голову. Но это сложнее. И что ты выбрал? То, что сложнее. Всё ясно. Всё! Такой наш Кратос не ищет лёгких путей. А-а-а! Вот оно чё! Нет! Я их не сжёг? Серьёзно? Странно. Не, хрен он знает. Тут вообще... Мне кажется, что-то должно ещё появиться. Слишком уж мудёра. Вот удобно, что мы забыли. Может, взять? Если вам не нужны эмблемы ванов, я могу их забрать. Как мы это проглядели? Щит расколотой звезды. Можно улучшить. Я, кстати, не пользуюсь его фишкой. Надо двигаться и накапливать силу. Фольквагенское точило. Почти фольксвагенское. О, камень воскрешения. Вот. Это надо. Дорого стоит, кстати. На штука нужная. Э, дорогой купил. Кстати, можно выполнить задание. Там дух просил что-то сделать. Мы вроде это сделали. Какого-то монстра убили. Где-то она здесь была. Ау, дух! Отзовись! Вот она. Все кончено? Да. Все кончено. Твои друзья обрели мир. Славно. И... Прости. Я бы не допустила этого, будь я рядом. Кто мы, по-твоему? Малые дети, ничего не разумеющие? Нет, но... Мы совершили ошибки. Но ты не смогла бы нас отговорить. Даже будь ты здесь, в тот момент. Я... Да. Ты права. Прощай, Гуннхильда. Прощай, моя богиня. Фрей какая-то во всем винящая себя. Всех вокруг. Спасибо, что нашел время помочь моим людям. Я никому не помог. Они были мертвы. О, нет, помог. Ты упокоил их души и тем самым облегчил мою совесть. Мне стало лучше. Радуйся. Это ненадолго. Ты прав. Ты какая она замученная. Я уверена, в других мирах сестры тоже страдают. Вот умеешь же ты подбодрить, брат. Она постоянно страдает от всего. От неудачного брака. От неудачи духа всяких. Посмотрите, красиво цветы зацвели. Все у нее так пессимистично, плохо. Но богиня, радуйся жизни. Цепляй новых мужиков. Все прекрасно. Садрикой Кратос лысый бегает рядом. Не мужик, а заглядение. Там еще надо взорвать хреноту. Потом подумаю, как. Что мы еще не сделали? Вот нету кнопки отдельной карты. Почему? Сами даже авторы не ответят. Ну давайте, наверное, дальше же отправимся. Сколько тут заданий у нас? Мы в анахеме. Бубновый мир. Ну давайте все посмотрим по очереди. Светилище эльфа в запретной песке. Вооо, давненько мы там не бывали. Мы пойдем искать это эльфийское святилище или куда-то еще? Это можно, но ведь есть другое дело, требующее нашего внимания. Мы нашли Хавгуфу на равнине, госпожа. Ей было так больно. Теперь она свободна. Но где-то под запретными песками томится еще одна. Хавгуфа? Я не видела их с самого детства. Что же еще? В Альфхеме есть тайная библиотека эльфов. Тогда веди. То есть она их видела. Блин, как же приятно, когда все озвучено. Вы не представляете. После РДРа первого. Отличнейшая игра. Там диалоги прекраснейшие. Так тяжело все озвучивать. Нужна передышка. Я сделал новые чертежи. Может, вам будет интересно? Давай-ка, Синдри. У меня есть все. Какие чертежи? Ничего нового не написано. Только продать могу. Просто в гости зашел? Ну да, заглянуть. Ты не рад? А, тут наши сани. Песочные. Поехали. Садись, женщина. Фрей, а мне всегда было интересно, почему Фрейра стали так почитать, когда он только появился? Начнем с того, что это был не первый его визит. Фрейр был одним из тех, кто прибыл в Альфхеме, когда путешествовать между мирами мало кто умел. Да? Давненько это было. Расскажи. Мы считали, что все великаны погибли во время потопа. Но затем в Альфхеме объявилась великанша. Ее звали Герт. Она предложила обучить нас перемещению между мирами с помощью света безвеста. Фрейр был ей просто очарован. Он всегда бредил странствиями, и тут появился кто-то, разделявший его мечту. Они странствовали вместе, исследовав все мировое древо от корней до самой верхушки. Но однажды Герт решил идти своей дорогой. Сердце Фрейра было разбито, и он задумал совершить нечто великое, чтобы вернуть Герт. Он выбрал весьма нелегкую задачу. Решил стать тем, кто отыщет неуловимый источник света Беврёста. И ему это удалось, хоть и почти случайно. Фрейр считал, что залогом его успешных странствий является особое зелье из трав. Так что странствовал он с размахом. И в тот раз он так размахнулся, что угодил прямиком в Озеро Душ. Эльфы прежде не видели, чтобы кто-то выходил из Озера Душ. Разумеется, они впечатлились. О, это просто уморить! Уж не знаю, явил он им тогда свои силы, или они сами решили, что он некое божество. Но он не хотел брать на себя никаких обязательств. Поэтому не стал задерживаться там надолго. И все же, легенда о его появлении продолжала жить многие века. Она не угасла даже после великого разделения. Ее помнят и светлые эльфы, и темные. И когда брат наконец туда вернулся, оказалось, что только он способен убедить обе стороны заключить перемирие. Беда была в том, что обе стороны доверяли только ему. И соблюдали это перемирие, лишь пока он был там. А поскольку в долгой войне нет конца, видимо, он не удержался от инвешения хоть куда-то принести мир. Даже если для этого нужно было стать правителем. Блин, интересная история. Боялся сбить ее. Круто. Там можно почитать, кстати, что это... Какой мрачный этот мир стал эльфийский, да? Ужас. За нами бегут. Очень похоже на арену. Возможно, надо кого-то оживить. Вот, могила. И с ним сразиться. Живить, чтобы снова упокоить. Это очень по-кратасовски. Истребление гулонов. Из-за гротесной двуличности наших врагов, гулоны Альфхейма стали угрозой для нашего существования. Я истребила немало этих тварей на поверхности, но под землей, в лачугах темных эльфов, их осталось еще много. Пока мы лишаем их доступа к нашему свету, эти две особи у входа в пустыню останутся единственными мирными гулонами. Пусть живут. Из них получатся хорошие и подопытные для дальнейших экспериментов по насыщению светом. Хранительница знаний. Подопытный. Ужас. Бедные гулоны. Ну вот же они, гулончики наши. Родненькие, хорошие. Как будто из мира Варкрафта. Видимо, пока что тут мы ничего не сделаем. Надо поискать модификацию, которая позволяет на одну кнопку карту вызывать. Я думаю, такая есть. Думаю, что это безобразие. Сейчас с другой стороны, в Уконге вообще карты не было, да? Хе-хе-хе, так что здесь все так плохо. Большая часть песка сошла. Но за тем перевалом бушует еще одна буря. А значит... Еще хавгуфа. Неужели мы очистим этот мир, и он станет светлым, радужным? Видит веселая музыка играть, бабочки летать. Эх, мечты. Хе-хе-хе. Похоже, светлые эльфы заперли эту часть равнину. Зачем? К счастью, одна мудрая богиня заколдовала наш резец, и мы можем открыть замок. О-о-о, и правда, к счастью. Она же, да? Дальше лежат запретные пески. По словам Бейлы, это спорная территория, и там нас ждет новая буря. Озвучка прямо как мед на уши. После того, как не было озвучки, я теперь чувствую. До этого три игры было без озвучки. Silent Hill, Wukong, Wukong и Red Dead Redemption. И качественная озвучка. Приятные голоса такие. Регион Хьярта. Знакомые слова Хьярта. Хьярта, где-то слышал. В детстве мы с фрейром бывали в мире. Тогда пустыня была полна жизни. Боюсь, наши усилия тщетны. Эту эпоху уже никогда не будет. Вернем не сын. Может и так. Чтобы излечить эти земли, недостаточно спасти парочку хавгов. Но я полагаю, в долгосрочной перспективе Альф Хейму станет лучше. Вот это настрой, голова. Понимаю. Телепорт. Ну мы пойдем дальше. А, тут катиться можно, да? Давайте собачки. И львы скорее из кошачьих. Львы. Гулоны. Запретные пески. Лучше поискать вход в подземелье. Ищите вход в пещеру. Что это? Как будто зеленой червяк из Дюны. Его зубы. Может тут такие же будут. Было бы круто. Ну тут хавгуфы. Выполняет роль монстров. Только они воздушные. Кругом эти штуки. Ни хрена не видно. Где эта хавгуфа? Ладно, пойдем по приборам. Вот. Так-то лучше. Другая хавгуфа должна быть здесь. Эту штуку мы не можем... Ага, это надо как-то очистить сначала. Хоть бы маску одел. Тяжело так бегать по песку. Где? Укажи мне вход. Вот там в смысле? Сейчас поедем туда. А не, во. Практически такой же проход, как на первой территории был. Ну так переживает за Фрейра. Очень крутой эффект. Жаль, потом исчезло все. Трупы эльфов темных. Не похоже на темных эльфов. Судя по виду, это древнее поселение. Возникло задолго до светового колодца. И здесь материя будет. Мы на верном пути. Это каменные эльфы. На таких сундуках меня только так ловить могут по-самому деле. Какое-то препятствие там поставить. Я бегу. Слабя голову, только увидев. Ага, сделали проход. Ну что там? А это что такое? Это материя улья восприимчива странно. Ну где это там? Когда мы были тут в прошлый раз с Афреем, я подумала, как странно, что в Альфхейме нет его света. Я не поняла, что его закрывают пульпы. Да. А вот темным эльфам кажется странной эта колонна света в центре храма. Посмотри, какие древние стены. Они старше светового колодца или даже нашей плененной хавгуфы. Какая интересная точка зрения, Мимир. Ну, повиси-ка несколько зим на крепкой заднице бога войны и тебе тоже откроются различные точки зрения. Торжок хоть не на дряблой, могло быть хуже. Хотя, какая... Там вообще разницы нету. Не. На плотной заднице хуже, жестче, там. Опять улей, но плотнее. Вот на попке Фрей, я думаю, он бы с большим довольством повисел. А это как будто Бигфордов шнур, да? Он слишком толстый. О, как. Может, этот сумеречный камень на земле сгодится? Какой? Уже все. Че-то ты запоздала. Красиво. Как будто месяц. Эдла, слева! Так, кто такая Эдла? Ага. Брат, этот уродец сейчас взорвется! Изи. У нас, кстати, ярость полная. А, надо бежать! Все, вспомнил. Эдла, слева! Хорош! Борьба с вредителями завершена. Там ничего ценного нет, смотри, блестит как. зеркальце. Ярость у нас целая, можно не брать. Кто-то рыгает. Дурной знак. Хорош! А, помню этих тварей. Кудыш, ты, дружок! Красиво! Ах, я раскололся! Красота! Да, боевая система просто великолепная в этой игре. Шикос! А, это Эльф, да? Дебивуней! Распополамил! Да, этот щит позволяет накапливать энергию уже. Да, 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 да. Не забывать пользоваться. Да, чем дальше, тем боевая система раскрывается больше. и просто кайф. Волшебство. Разные добивания. А, все, второй уровень. Получается, я слишком рано воевал с предыдущим ростом. На свадьбу надо позже сходить. Поэтому кто-то так тяжело мне было. Эльфы, эльфы, ведь не часто спускаются под равнину. Вальфхеми, земли переходят из рук в руки, по всей видимости. Людвер говорил, что эти руины исторически важны для светлых эльфов. Видимо, они не хотят пускать сюда чужаков. Ну, они попытались. второй уровень все враги. Очень легко сейчас. Тот труп внизу мог бы с этим поспорить. С чем? Жертва. Жертва не напрасно. Под этой надписью лежит труп. Интересно, кто ее написал? Несчастный умерший, пока был жив, или его убийца? Как бы высмеивает эту запись. Единственное, плохо, непонятно, кто пишет это. Кратос, голова. Ну, точно не Атрей сейчас. Ну, по идее, должен писать тот, кто постоянно с нами, да? Атрей, как бы, может и не присутствовать. Логичнее было бы, чтобы голова писал. И этого имени, как бы, прикольнее всего зачитывать. Все-таки такой харизматичный. Развучка мне его очень нравится. Так, как туда попасть? А, я понял. Да рикошетом, да? разбить этот гордив узел. Может, позже. А, хорош. Меткий глаз. Ну что, идем дальше? Так неприятно, что камера вот сама управляется. Факел лежит. Причем, огонь замедленный. Это очень часто в играх. Посмотрите, как будто бы в 15 фпс. Смотрите, сама камера поворачивается. В этом же удовольствие поворачивать камеру. Ну как же так? а, неправильно сделал. Слева! Вот, сил накопил и жахнул. Берегись, Тратос! У меня ярость полная. Ах ты, тварь! А как возвращать топор? Враг слева! По лезвию к ним. Как ярость делал, что-то я забыл. Во! Рож! Все, третий уровень. Да, она была раньше сюда идти. Но иногда, наоборот, прикольно так сходить. Не по уровню, зато потом наслаждаться доминированием. Ах ты, падла, какая! Синяя штука какая-то, смотри! Что-то новенькое? Мистик светлых эльфов. Мистики предпочитают держать дистанцию, не эмоциональную. В том, что касается мыслей и чувств, они весьма открыты с товарищами по оружию. А вот на поле боя они мастерски применяют точные стрелковые атаки. Мистики слабы в ближнем бою? Ладно, это мы... Эх ты, тварь! Так, сейчас умру уже. Добрый шар, лети к тебе! Аааа! Так, добить, добить, добить! Но-то босс был четвертого уровня. Но это, кстати, мы пятого, не намного лучше. Надеюсь на свободе эти как губы начнут размножаться. Какое это было зрелище! Небеса Альфи и мы полнились их песнями. Наверное, эта парочка выросла такой большой из-за недостатка свежего света. Зачем заводить детей, если их не прокормить? Желание защитить детей от жестокого мира. Как знакомо. Какие-то тут у нее мысли, не знаю, идеи феминистические вот этих вот современных веяний. Чувствуется влияние Sweet Baby. Вот Фрею прямо как будто феминистки прописывали. Не самый такой приятный, интересный персонаж. Ну, хотя бы не страшную сделали. Так, тут рикошета не будет. Сверху он будет. Не люблю таких персонажей, которые постоянно ноют, грустят, все жалуются. Хотя не знаю, может это весело на самом деле. Так, вот. Не? Не. Загадки тут не самые такие простые местами, вот просто, все просто на самом деле, да. Ну, бывает, бывают места, где надо подумать. Хорошо. Вообще, сложность, геймплей в этой игре очень хорошая. Вот прямо девятка. Ну, я уже про это говорил, да, вначале было не так круто. А потом все круче, круче. Геймплей, но все-таки это сильная игра. Кто там лает? Ммм, не легко было сюда добраться? Что же будет за наград? Какой-то великий артефакт. Касание хель. О, как. Насколько зимы сейчас. Быстро действует, кстати. Оглушает. Давайте возьмем. То, что быстро действует, это хорошо. Вот это атака хорошая, кстати, буйство фурии. Мне понравилось. Можно прокачивать. 3,250 стоит. Ну что ж, давайте прокачаем. А ты смотри, какой. Дружок. А, он прячется. Я понял. Его надо отсюда гасить. Где эта падла мелкая? Вырел, ты смотри. А отсюда можно и прыгнуть. Все, 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 все. Красота. Даже камень не швырнул. Теперь с чувством полного, выполненного долга, можно дальше идти. Ой, красиво. Надо сразу все разбивать. Искать правильный угол. Хорош. Мы же рядом, Хавгуфа. Вот она. Сейчас мы освободим. Интересно, понимают ли они, какое решение им предстоит принять? О каком выборе ты говоришь? Таков жизненный цикл Хавгуфа. Чтобы завести потомство, они должны передать свет своим детям. А без света они умрут. Каждый из нас мечтал бы о такой кончине. Когда твоя смерть имеет смысл, и жизнь продолжится в детях, и будь у меня выбор, я знаю, что ты решила. Как же она достала умыть? Ну хорошо, хоть и пытается убить Кратоса. Это уже шаг вперед. Ух ты, сколько тут надо разрубить всего. Так. Ага! Первая штука готова. Еще немного. Зуки очень прикольные, хорошие. Нет, ничего такого нету. А, теперь мы можем. Все, отлично. Ты свободно, лети как птичка. Плыви по небу. Великая Хавгуфа. А еще не все? А-а-а, вон она че. В этот раз как-то легко. Отлично. Давайте ее выпустим. Да, теперь назад на поверхность. Ай, наград... Ты смотри, какой сидит. А я думал, может, не надо уже сражаться. Вот, быстро действует. Хорошая штука. Эй, напердел. А, вот. Теперь же мы набираем силу. Да, надо не забывать пользоваться. Ярость. Хороший щип. Я его до этого не прочувствовал. Как же приятно, что не надо прицеливаться ни в кого. Боевка просто бомбическая. Волшебная. Обожаю. Нас срет сейчас, да? Думал, успею. Сейчас убьем, скотина такая. Не, 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 надо переиграть. Блин, я думал, все легко, так расслабился. Кто быстро убил меня? Концентрироваться. Да, тут такая боевка, что она не суперсложная, но надо постоянно что-то делать, постоянно концентрироваться. Это прикольно. Сразу тогда начнем с мощной атаки. А, дужок, не ожидал? Ожидал, вообще-то. Так, надо этих бить. Он уже здесь. Добивалка. сейчас ярость будет уже. Без ярости смогу я? Давайте, не рискуем. Ярость, конечно, имба. Но это ульта, то нормально. А, блин, как камень кидать забыл, надо было. Вторую кнопку идем нажать. Он же еще не бил. Я чуть не понял, он же еще не бил, он еще замахивался. Это уже атака считалась. Ну, не просто, слушайте, хороший босс. великолепная игра. По крайней мере, в плане боевки. Бергсра. Мы таких не встречали, видимо, в первой части. Прожив достаточно долго, Эдла отращивает конечности, вылезает из болота. А, мы читали, да-да-да-да, просто дополнительные какие-то особенности там. И хорошая сложность, динамичная, где-то полегче, где-то сложнее, и это мне нравится. Я такой, такого любитель. Не слишком сильные расползания, но вот такое. Шепчущий камень. Друга. Очевидно, важный элемент его благословения. Сильная атака. Немейский разгром ядрить. Две минуты восстанавливается. О, как. Ты гляди. А для топора у меня нету второго сильного удара. Нелегко было освободить эту хавку. Сейчас еще будем перерубать гордьев узел. все, мы вернулись в ту же точку. Красивая картинка. участь этих созданий напомнила мне одну легенду. Да что ты. Однажды царь приказал своему кузнецу выковать ящик, который бы удержал в себе все зло этого мира. Но металл не выдержал бы такой мощи. И кузнец использовал плавиус. Эта история должна была сделать мне легче. Может это просто история, чтобы скоротать время. Спасибо за поддержку, но твои истории какая бредная. В смысле мили так. Я бы не сказала, что они утешили. Это правда. Немир рассказывает лучше. Ну не прибедняйся, брат. Зачем она так жестко с Кратосом? Он старался дружелюбным быть историей, рассказал. Он и так нехорошо коммуницирует с людьми, а ты его обрубила так еще. Грустный. Знакомая история. Ага. Куда можно попасть? Прикольно тут. повернуть надо все охотно. Зеркало будет. Получается я все-таки одну загадку не решил там заднюю. Ничего страшного. Как же он выламывает эти проходы. Трундец. И мы вернулись снова к началу. Похоже мы злоупотребили гостеприимство Альфхеймера. Слова! Рот! Какой урод! хорош! Хорош! идеально получилось пора остановить да и отличная система с лечением нельзя собой переносить никакие лекарства можно только собирать возможно дальше появится какие-то артефакты там лечи но в общем не нравится система добавивающая система вот она продуманная интересная динамичная классная не перестаю восхищаться и у меня тут свежий взгляд получается после паузы в месяц вот столько в другие игры поиграл где тут узел я даже не знаю где лучше в уконге или здесь и там там хорошо но тут камера зато отличная да так что здесь лучше так считать а надо вот как в уконге дебильная фиксирующаяся камера лети птичка идти на свободу узри небеса освети нам путь если мои истории тебя не утешают подумай о том что сделала воссоединившись эти величественные звери спарились принесли потомство и умерли их рот не прервался и рад что мы их освободили и что я сам имел возможность быть рядом с теми кто мне дорог история этих существ напомнила мне о том что наши любимые не вечны я буду с любовью вспоминать этот момент о как что считала лучшим для жизни своего сына спарется во и понимает у родителей нет выбора ты не одинока надеюсь что и они теперь тоже нифига они там выдают и это стыдно на такое смотреть да уж какой сентиментально как красиво спасибо эта земля снова мы сделали хорошее дело насладились таким зрелищем на этом серия заканчивается всем кто смотрел благодарствую до встречи ставьте лайки оставляйте комментарии делитесь видео и всем наирс прекраснейшего а нам же некуда спешить кто знает какие приключения ждут нас на залитый светом равнии доставьте лайки доставьте лайки отводите ну как